Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о таких необычных материалах, которые меняют свой цвет от температуры. Их еще называют термохромными красками. Думаю, что вы уже встречали такие краски в повседневной жизни. С их помощью зачастую делают покрытие для кружек, которые от высокой температуры меняют свой цвет. Чаще всего с черного на белый. На самом деле, очень многие вещества могут менять свой цвет при повышении температуры. Тот же оксид цинка или же довольно токсичный тетра-йода-меркурат-меди. Этот эффект называют термохромизмом. Если же вам хочется углубиться в мир химии еще сильнее, то нужен хороший наставник. Но где найти хорошего специалиста по незавышенной цене? В этом вам поможет приложение ЮДУ. ЮДУ это для тех, кто хочет быстро решить свои проблемы, не переплачивая. Потому что цена назначается вами. В ЮДУ можно найти человека для любой задачи, которую вы сами придумаете. Так же найти себе репетитора, в том числе и по химии. Оформляйте заявку в ЮДУ, назначайте цену задания и выбирайте из списка. Преподаватели с реальными отзывами и рейтингами. А если же вы разбираетесь в химии и не только, то можете и сами откликаться на заявки и неплохо заработать. Всем советую ЮДУ. Ссылка в описании. В последнее время все больше набирает популярность ручки с термохромными чернилами, которые становятся бесцветными от нагрева, которые происходят за счет трения кончика о бумагу. С большим же успехом надпись от такой ручки можно убрать обычной зажигалкой. Выглядит это даже интереснее. Тем не менее, термохромные краски продаются и в чистом виде. Ими сейчас завален китайский рынок. И продаются они в качестве пигмента для смеси с лаком для ногтей. Я решил заказать себе такие и показать вам их интересные свойства. Эти краски представляют собой очень мелкий порошок, который меняет свой цвет на белый при достижении температуры выше 30 градусов по Цельсию. Состоят эти порошки, насколько я понял, в первую очередь из инертного белого наполнителя, в коем легко может оказаться оксид титана. А также самих органических термохромных пигментов, которые еще называют лейкой краски. Такие цветные порошки можно очень просто смешать, к примеру, с бесцветным лаком для ногтей или же любым другим лаком. После чего получится, что не на есть, а настоящая термохромная краска. Я решил сделать целую палитру цветов, смешав порошки с лаком, чтобы вы могли видеть разницу в изменении цвета. После высыхания лака, я кладу на краски нагретую медную пластину, и как можно видеть, цвет красок мгновенно изменяется. При достижении определенной температуры, так называемой лейкой краски, входящей в термохромный состав, трансформируется в другую форму молекулы, которая уже бесцветная. На этом примере хорошо видно, что при нагреве состав молекулы красителя не меняется, а всего лишь парочка атомов меняется электронами. Из-за обмена электронов, вещество или обесцвечивается, или же становится цветным. После охлаждения красителя, электроны возвращаются на свое место, и цвет становится прежним, что говорит о том, что такие изменения являются обративыми. Чаще всего переход цветов у лейкой красок происходит между белым и каким-либо другим цветом. Однако, переход можно изменить, если смешать такой термохромный краситель с обычной краской, например, синий. В итоге, при смешивании черного порошка и синего лака, черный цвет термохрома перекрывает синий, образуя черную краску с переходом на синий при нагреве. И чтобы краска эта не пропадала зря, я решил поэкспериментировать с ней, и заодно сделать свою брендированную термохромную кружку. Для этого я вырезал из клейка ленты трафарет, и далее нанес краску на поверхность кружки, получив тем самым эмблему своего канала. Однако, это показалось мне скучным, и я решил сделать небольшой акцент в этом произведении искусства. Для этого я смешал желтый лак с синим термохромным порошком, в итоге получив зеленый цвет с переходом на желтый при нагреве. С помощью такой краски я добавил целостности к изображению в виде такой линии. Думаю, дизайнеры оценят. Но и это меня не остановило. Я решил сделать еще красную кнопку от YouTube на своей такой художественной кружке. Но для этого у меня уже не было красного лака. Поэтому я решил заменить его на обычный пищевой краситель для яиц. Однако, моему удивлению не было предела, когда оказалось, что в пищевом красителе сам пигмент смешивают с солью для объема. Поэтому получившаяся красная кнопка на кружке будет с некоторыми изъянами. Ну и ладно, подумал я. Ведь главное, это же химические превращения, на которые кристаллы соли не особо повлияют. В итоге, после высыхания, у меня получилась вот такая кружка, которую настало самое время протестировать. Я наливаю в нее горячей воды, и спустя пару секунд уже можно видеть первые изменения. Желтый треугольник и полоска постепенно из зеленых становятся желтыми, а спустя еще некоторое время, уже сам логотип из черного становится синим. Удивительно, не правда ли? Если посмотреть с другой стороны, то темная кнопка при нагревании становится ярко-красной, из-за того, что к красному пищевому красителю я добавил термохромный синий порошок, который при нагреве обесцветился, оставив только ярко-красный пищевой краситель. При охлаждении все цвета меняются на изначальные, что тоже довольно эффектно. Однако, у таких термохромных красок все же есть и недостаток, который заключается в том, что такие краски со временем теряют свои свойства, при воздействии на них ультрафиолетовых лучей, что означает, что такую кружку нужно хранить в темноте, или же покрывать специальным слоем, блокирующим ультрафиолет. Для защиты же кружки от истирания, можно позже покрыть ее специальным защитным лаком для керамики. Тем не менее, я думаю, что с помощью таких термохромных красок, получаются довольно интересные поделки, которыми можно удивить своих друзей и знакомых. Интересно еще то, что в обычной жизни мы крайне часто сталкиваемся с термохромной краской при использовании обычными чеками. Дело в том, что они сделаны из специальной термобумаги, которую пропитали термохромными чернилами, основным компонентом которых является бисфенол-А, который, кстати, довольно токсичен. Черный цвет получается при нагреве лазером участков чека на термопринтере, который нагревает нужные места на бумаге. Однако, в отличие от тех порошков, что я показывал ранее, изменение цвета на чеке является необратимым, хотя все же при воздействии солнечных лучей со временем, чеки могут обесцветиться. То же самое происходит и с термохромными чернилами для ручек, только при нагреве они, наоборот, необратимо обесцвечиваются. Думаю, что теперь вы знаете, как работают термохромные краски и для чего они нужны. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы в будущем узнать еще много нового и интересного.